Политический сезон 2017 года завершен. Главное событие – выборы депутатов городского совета шестого созыва. Из 25 народных избранников 15 человек впервые получили мандат. Один из них, Михаил Старожилов, стал председателем совета депутатов. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Михаил Александрович. Добрый вечер, Валентина. Итак, подведем итоги политического сезона. Новый созыв провел пять сессий. Утвержден бюджет города на предстоящие три года. И также генплан города. Может быть, что-то еще важное сделано? Расскажите подробнее. Самым важным событием в Северодвинске за прошедший политический сезон стали, конечно же, выборы депутатов Северодвинска нового созыва и выборы главы города. Здесь я, наверное, поправлю вас. Все-таки предыдущий созыв не правил, потому что народные избранники все-таки представляют свой электорат, своих избирателей. Поэтому речь идет, наверное, о какой-то конструктивной работе представительного органа и администрации Северодвинска. За прошедшие три месяца полномочий шестого созыва депутатов, естественно, был проведен ряд заседаний, в том числе такие важные заседания, на которых был принят бюджет города Северодвинска, генплан, новые правила благоустройства. Кроме того, мы избрали нового председателя контрольной счетной палаты органа, в том числе подведомственного горсовета. И приняли тоже ряд важных для муниципалита решений. 15 человек впервые получили мандат, 10 были переизбраны. Вот каким образом сейчас складываются, насколько конструктивно эти отношения между новыми депутатами и ветеранами горсовета? Скажу с гордостью, у нас замечательный городской совет, действительно разноплановая, разносторонняя команда, где, наверное, гармонично сочетается опыт предшествующих созывов и молодые амбиции нового поколения депутатов. Вот, замечательно, что такой состав избран. Естественно, вновь избранные депутаты, они не стесняются давать советы молодым коллегам, а в свою очередь те, кто избрался впервые, тоже не стесняются советоваться со старшим поколением. И в этом постоянном диалоге и рождаются, наверное, самые оптимальные для города решения. Но споры возникают, наверное, иногда? Спорим очень много, спорим много с администрацией, на комитетах, на комиссиях, и даже на сессиях бывают моменты непростые, приходится вступать в диалог и находить какое-то компромиссное решение. Но в этом-то и суть местного самоуправления, именно суть в таком постоянном диалоге. А насколько депутаты независимы в своих мнениях, решениях? Не влияет ли на их мнение партийная дисциплина или мнение коллег по цеху? Этот вопрос неоднократно задавался на протяжении последних трех месяцев мне и моим коллегам. Я считаю его не совсем корректным в каком плане. Если человек идет на выборы, если он избирается депутатом, у него должна быть позиция. Изначально независимая. И изначально, естественно, именно с этой позиции он идет на выборы, именно с этой позиции он идет своим избирателям. И важно, чтобы эта позиция не изменилась на протяжении всех пяти лет, пока человек находится в статусе депутата. Поэтому я считаю, что каждый из моих коллег имеет свою позицию. Я считаю, что эта позиция обоснована, что человек к ней долго шел. И я вижу, что этой позиции мои коллеги придерживаются. Поэтому я считаю, что у каждого депутата нынешнего созыва своя позиция есть. Но решения совета принимаются коллегиально. В этом и суть. Что касается партийной дисциплины. Сегодня в Совете сформированы три фракции. Это фракция «Единой России», фракция «Справедливая Россия», фракция «ЛДПР». Партия КПРФ, имея в совете одного представителя, пока фракции не создала. И мы обсуждаем все вопросы с учетом партийной принадлежности. И все равно приходим к какому-то коллегиальному решению. Поэтому я считаю, что каждый из депутатов Горсовета независим. А как складываются отношения депутатов с новым главой Северодвинска? Игорем Скубенко. Для Игоря Васильевича это тоже новый, первый политический сезон. Поэтому мы в этом плане с ним в чем-то равны. То есть, естественно, первое время шла так называемая притирка. Он присматривался к депутатскому корпусу. Депутаты присматривались к главе. Не скрою, что были у нас острые вопросы. Мы вступали в полемику. Но в данный момент мы прекрасно понимаем, что и глава, и депутатский корпус работают на одну цель. Это, во-первых, сделать проживание в нашем Северодвинске еще более комфортным. И решить все имеющиеся городские вопросы коллегиально, в том числе с учетом мнения главы, с учетом мнения депутатов. К этому мы стремимся, к этому мы идем. И последний вопрос. Какие задачи Горсовет ставит на 2018 год перед собой? Как только мы провели последнюю сессию, сразу же появились новые вызовы. Во-первых, все вы знаете про решение конституционного суда в части МРОД. Для выполнения этого решения в местном бюджете необходимо запланировать серьезные средства. Но об этом мы уже будем думать, начиная с новой сессии уже предстоящего года. В том числе необходимо понимать, что особого внимания требует также тема городского хозяйства. Это ремонт дорог, это благоустройство, это другие всевозможные проблемы, которые придется решать власти, в том числе с участием депутатского корпуса. И мы готовы к этим решениям, готовы работать на благо города и в предстоящем году. Всех граждан хочу поздравить с наступающим праздником и поблагодарить избирательность Северодвинска за то доверие, которое было оказано депутатскому корпусу в уходящем году. Спасибо. Вам также спасибо большое, что нашли время к нам прийти. И с наступающим вас Новым годом. До встречи. А мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин